Общественная оплата инициировала вопрос приравнятного военнослужащих, которые являются кадрами военными, к тем вопросам, которые мобилизованы. Справку мы выдаем. После окончания мобилизации, когда военный комиссариат уже поступили в списки, те, кто принят воинскими частями, в списочном всем подготовленные справки о том, что граждане признаны по мобилизации и выдаются данные справки, и в них указывается указ президента о объявлении чтительной мобилизации. Я попросил бы тогда депутатов вот этот вопрос осмотреть, может быть, внимательно почитать этот указ президента, и может со своей стороны инициировать вопрос именно, чтобы какие-то равные права были между военнослужащими, которые уже давно служат в армии, те, кто выбрал путь в военное училище, стал офицером, те, кто просто стал контрактником в прошлом, позапрошлом году. Но данный мир находится там. Вопрос, который у нас будет стоять и, может быть, где-то отчасти возникает на территории нашего города, это реабилитация граждан, которые будут возвращаться и возвращаются уже из зоны специальной военной операции. Такие люди есть. Они поставлены на воинский счет, у нас стоят, они возвращаются. Кому-то мы оформили уже документы ветерана боевых действий. Кто-то написал заявление, собрали документы, направили в комиссию для получения данного документа. А вопрос психологической реабилитации, поддержки их и их семей, он, я думаю, актуальный. И рассмотреть, опять же, этот вопрос к вам, как депутатам. Может быть, выделение определенного дополнительного финансирования тех психологов, которые есть на территории города. Может быть, их переобучение, обучение, потому что вот эта специфика боевых действий, участие в боевых действиях, она не сродни там с педагогом, с педагогической деятельностью, с работой, может быть, с неблагополучными подростками. Там определенная специфика есть, может быть, здесь даже необходимо будет, чтобы кого-то переучить. Может быть, вопросы еще возникнут здесь и медицинские помощи в этом вопросе, которые вернутся. Вопрос скрылся определенный взаимодействие с работодателями. Законодатели наши изменения в Трудовой кодекс несли, что граждане движенной мобилизации, трудовой договор у них приостанавливаются, рабочее место сохраняются. А вот эта скрытая безработица, работа без трудовых отношений между работодателями, соответственно, низкие заработные платы, которые влияют на уровень заработной платы на территории нашего города, потому что в последнюю сессию я смотрел на телевизор, что у нас большая зарплата на территории города, а реальные люди говорят, это правильно, получает человек 18-20 тысяч, работает участник, трудовые отношения каким образом не оформляются. Для меня эта проблема в том, что работодатель не обязан предоставлять сведения данного гражданина, что он там работает, выполняет трудовую функцию. Ну, соответственно, для вас, как и для администрации, это проблема, что налоги не поступают. Проблема? Проблема. Давайте посмотрим, как ее решать, как взаимодействовать с теми людьми, кто предоставляет и оформляет таким образом трудовые отношения. Продолжение следует...